В четверг в Дмитровой прошло совещание под председательством замминистра энергетики Московской области Владимира Мельника по подготовке севера региона к осенне-зимнему отопительному сезону. Наш муниципалитет, по словам замминистра, к началу пуска тепла, а это ориентировочно конец сентября, готовится планомерно, в отличие, например, от Солнечногорска, где местные управляющие компании не успевают по графику сдавать паспорта готовности домов к отопительному сезону. Давайте так, мы с вами договоримся, я вот так выбираю, вот, ношусь, хотя неправильно, значит, обязательно там должны быть, ну, я говорил, есть четыре ключевых позиции, которые, там, четыре, пять и так далее, которые должны обязательно быть там. Это касается, понятно, ЖДХ, замки ЖДХ, это теплоснабжение, это воздуоснабжение, и это основная, она, и это всходит по вашим управляющим компаниям плюс общественность. Вот давайте, чтобы это присутствие вот такое количество обязательно было. Кстати, представитель Солнечногорска не приехал на это межмуниципальное совещание. Были руководители управляющих компаний и представители администрации из Клина, Дубны, Талдома и, естественно, Дмитрова. Сейчас Государственная жилищная инспекция активно проверяет готовность жилого и социального фонда к наступлению холодов, и на совещании были озвучены предварительные данные этих проверок. По Дмитровскому округу ситуация следующая. Треть многоквартирных домов уже проверена, и в половине из них инспекторами обнаружены нарушения. По линии ворона спецненосовской области, как мы уже говорили, графики составлены органами местного самоуправления по подготовке к паспорту готовности, это не соответствует требования, которые предъявляются к паспорту московской области по подготовке на дворчаных домов. Во многих муниципальных образований данная работа ведь не стоит удовлетворительно. Замминистр энергетики отметил Талдомский округ как лучший на севере Подмосковья по подготовке к началу утопительного сезона. Одной из основных проблем Владимир Мельник назвал избыточной, по его мнению, количество управляющих компаний в Подмосковье, которые в основном неэффективно работают и которых, ввиду их количества, сложно контролировать. В Дмитровском округе, например, на данный момент работают 22 управляющие компании. На совещании по подготовке к отопительному сезону обсудили также ситуацию с просроченной задолженностью по теплоснабжающим организациям. По нашему муниципалитету этот показатель составляет 114 миллионов рублей. Ситуация долгами решается, на данный момент все котельные округа работают. Также представители Дмитровской коммунальной сферы обещали заместителю энергетики Московской области, что к 15 сентября 100% многоквартирных домов будут иметь паспорта готовности к отопительному сезону. Дмитров традиционно крепкое муниципальное образование с точки зрения тепла, водоснабжения и так далее. У нас больших вопросов именно к этому нет. Есть скорее вопросы, связанные с управляющими компаниями, которые, так сказать, в свое время отставали по графику проведения работ. Вот сейчас вроде бы нагнали, учитывая, что у вас основные бенефициары – это все-таки пики. И в этом я понимаю структуру работы, и понимаю, что в этом могут быть какие-то проблемы. В чем проблемы пиков? С одной стороны, это пик комфорта. Это серьезная большая организация с большими возможностями. Это очень неплохо. Но есть проблема, связанная с оперативным решением тех или других вопросов. То есть, когда решения, связанные с поддержанием жилого фонда, с срочным каким-то ремонтом, если это нужно, принимаются не на местном уровне, а на более высоком уровне, это удлиняет процесс реакции на просьбы жителей. И вот это основная проблема, основная задача, которая существует перед веками, перед данными управляющими организациями.